Всем привет, с вами Этерион и я сделал это. Я апнул грёбаный 40 ранг за 10 дней. 10, мать его, дней. Кто бы мог подумать. Кстати, вот вам пруфы. Вот он 40 ранг, 5 уровень мира апнулся сам, никакие квесты проходить не надо и награды я уже забрал. Если вы не хотите играть без доната, как я, а хотите получить всех героев здесь и сейчас, то можете приобрести кристаллы по сниженной цене через сервис Night Shop. Низкие цены, быстрая доставка, надежность сделки, безопасность покупки и отсутствие банов. Помимо Телеграма и Ватсапа, ребята также открыли свою группу ВКонтакте, где будут разыгрывать на следующей неделе 8000 кристаллов. Переходите, смотрите, заказывайте. Контакты продавца в описании. Кто следит за моими видео с самого начала челленджа, знает, что я начал его с 26 ранга. Я начал его без вообще какого-либо понимания, как прокачиваться в этой игре, что делать и так далее. Начал абсолютно вслепую и периодически об этом жалел. Но к моей радости все получилось, я апнул 40 ранг за 10 дней, хотя планировал за 11. Но так как обновление будет 11 ноября довольно рано, я пытался сделать это как можно быстрее. Я очень благодарен всем, кто мне помогал. Очень много людей помогало мне на стримах искать сундуки, искать разные скрытые локации, искать испытания. В общем, максимально пылесосить карту. Благодарен всем зрителям, которые смотрели, за ценные советы, которые они писали в комментариях. И вообще за все-за все. Благодаря вам я успел апнуть 40 ранг за 10 дней. На мой взгляд, это безумно и это очень круто. Ощущение, как будто получил Оскара. А теперь самое время подвести итоги, что же я такого делал, что мне удалось это осуществить. Так как я начал активно качаться с 26 ранга, у меня было еще дофигища разных сюжетных кампаний. И квестов, и сюжетных миссий, и побочных миссий, и вообще куча-куча всего, что у меня еще было не открыто. И это была самая легкая пора, потому что опыт апался быстро, опыт летел, задания летели, все было интересно, целая куча контента, целая куча интересных сюжетов, которые приятно было проходить. К сожалению, это все веселье закончилось примерно на 32 ранге или около того. И тогда началось отсутствие веселья. Тогда началась боль, которая с каждым рангом только усиливалась и становилась больше и больше. Благо, каждые два ранга с 32 по 38 были интересные квесты по новым персонажам. Не все они были довольно интересные, но, например, тот же квест с Венти мне очень запомнился, так как он был проработан максимально интересно. Если качаться по квестам, это еще самый очевидный способ прокачки, то мне пришлось выдумывать и искать какие-то менее очевидные. Где-то после 32 или 34 ранга я начал максимально откатывать смолу, потому что у меня было достаточное количество камней из тока, накопленных за время игры. Потому что качаюсь я абсолютно без доната. Откатывал я смолу каждый день, то есть каждый день тратил примерно по 700 камней из тока, потому что в день можно откатить 6 попыток. Плюс откатывал смолу за обычные итемы пополнения смолы, которые сдавали за ранги. И в целом старался как можно быстрее получать опыт. Начал бы я откатывать смолу раньше за камней из тока, может быть получил бы 40-й раньше, но не факт. По-моему, все получилось как раз тогда, когда надо. Что забавно, получая каждый новый ранг, я думал, чем же заняться, что же делать, я же уже вроде все сделал. Где же брать квесты, где же брать ресурсы на то, чтобы поднять опыт. И каждый новый ранг я находил ответы на эти вопросы, и каждый новый ранг находил чем заняться. Бегая по карте, я находил побочные квесты, находил какие-то новые сюжетные задания. Находил целую кучу сундуков, испытаний и прочих способов получения опыта. Это было безумно, и это длилось, наверное, до 38-го ранга. До того момента, как я закончил вообще все побочные квесты, последний квест был на мону, собрал все сундуки и прошел все испытания. Ну, даже не 38-й, а 39-й ранг. Вот с 39-го по 40-й апаться было максимально тяжело, потому что уже просто ничего не было. Но, как оказалось, было еще достаточное количество сундуков, которое мне позволило апнуть несколько тысяч опыта, получить ачивку за открытие всех сундуков в Манштадте, почти получить ачивку за открытие всех сундуков в Льюэ, и увидеть, что сундуки действительно рисуются. Единственный вопрос, сколько часов или сколько дней рисуются разные виды сундуков? Потому что то, что они рисуются, это уже вопрос не стоит. Я уже реально дважды находил на одном и том же самом месте сундуки, например, у того же Манштадта. Там я их собирал в начале игры, и вот сейчас, недавно, я их там опять нашел. То есть, либо они рисуются раз в месяц, либо они рисуются рандомно через несколько недель, например. Также с уверенностью могу сказать, что если вы не задрот, не пытаетесь пройти игру максимально быстро, а просто играете в кайф, то все развлечение, весь контент игры закрывается где-то на сороковом ранге. После того, как вы закрыли все ачивки, все сундуки и так далее, делать реально нечего. После сорокового, до сорок пятого или до пятидесятого, как люди Аплес до пятидесятого, я вообще не понимаю, остается делать только ежедневные задания, откатывать смолу за камни истока, откатывать смолу за итемы, в общем, тратить смолу максимально, и в принципе все. Может быть, вы еще умудритесь найти несколько сундуков, найти их что-нибудь, что вы не открыли, но по сути в мире больше делать нечего. За время челленджа я исследовал вообще весь мир, залез в каждый уголок, каждую щель, посмотрел что, где и как, и мир довольно классный. Такого открытого мира я не встречал ни в одной игре, особенно на телефонах. На ПК-то, конечно, есть, а вот на телефонах такого вообще не было. Тот же World of Kings, который очень был похож на китайскую версию Варкрафта, обладал не таким открытым и не таким интересным миром. Здесь же каждый закуток, каждая щель, каждое дерево, за ним может что-то прятаться и скрываться что-то довольно интересное. Что касается сундуков, то разработчики реально наркоманы. Они прятали их в такие места, такие способы их добычи делали, что я вообще в шоке. Например, было куча сундуков, где надо залезть на дерево, взять яблочко и появится сундук. Как до этого догадаться, да хрен его знает. Или собрать 4 морковки и появится сундук. Или убить несколько слаймов и появится сундук. Как, почему, зачем они приняли такое решение, я не понимаю. Причем, есть такие сундуки, которые вообще не видел ни в одних гайдах. Мне их показали ребята, которые бегали со мной на стримах и которые помогали собирать сундуки. Еще раз спасибо им, без них я бы, наверное, не смог так быстро собрать все сундуки и так быстро поднять левел. Самое сложное реально было в конце, как раз тогда, когда все закончилось и остались только сундуки, сундуки и сундуки. И честно говоря, последние два дня мне уже снилось, как я собираю эти сундуки. Снилось, как я нахожу какие-то места, где я еще не был, хотя я во сне понимал, что этого места в игре не существует и там не может быть сундука. А я его там видел. Хотел проснуться и найти там сундук. Это уже совсем клиника, но это было интересно. У меня повысился уровень мира до пятого. Я уже побил мобов, посмотрел, насколько они стали сильнее и нет, не особо сильнее. Моя Байдоу до сих пор их прекрасно убивает, а причем сейчас я могу и поднять и левел, и прокачать ей оружие. То есть она станет еще сильнее. По сути, пятый левел мира не такой уж и опасный, если у вас нормальный прокачанный персонаж. Да, Бездну я не проходил, Бездну я не трогал вообще никак, потому что Бездна не давала опыт за прохождение. Все свое время я тратил на получение опыта, так как надо было максимально быстро апнуться. Да, кстати, когда я проходил в понедельник Волка и Ужасобури, мне с них начали дропаться золотые артефакты. Они, правда, мне не нужны, потому что статы там говно, но сам факт довольно приятен. По идее, с сорокового уровня мира и выше они начнут падать чаще. Поговаривают, что сорок пятого уровня мира они падают вообще хорошо. Начинал я свой челлендж с Райзера, потому что думал, что он самый крутой, но на деле нет, мне он не особо зашел. После этого я пересел на Фишель, играл лучником и в целом все устраивало. Быстрая скорость стрельбы, куча урона, но это до тех пор, пока я не познакомился с Бейдоу. Это вообще безумная деваха с таким уроном, который я не видел пока что ни у кого у своих персонажей и мне это нравится. Бегала она у меня с оружием прототип Гухуа. Это то, что я мог скрафтить у кузнеца. Я ему апнул пассивку на второй уровень и она меня всем устраивает. Тем более, с четырехзвездочных мечей все равно пока лучше ничего нету. Лучше, конечно, меч, который покупается за итемы в магазине, но у меня нет этих итемов, поэтому меч я купить не мог. Из артефактов у нее сначала было две шмотки гладиатора, еще какие-то две шмотки на физурон. В общем, все было максимально собрано на физурон. Сейчас я добрал сет гладиатора и взял часики тоже на силу атаки. Несмотря на то, что сила атаки у нее всего 548, бьет она гораздо сильнее этой силы атаки. Таланты у меня и у нее не качены, потому что она мне выпала всего один раз. Ну и навыки я тоже потихоньку прокачиваю по мере получения итемов. В целом, если вы не хотите заморачиваться с бездной, то реально вложитесь в одного персонажа, ну или хотя бы в двух персонажей, потому что ресурсов вам хватит. Хватит прокачать и артефакты, и оружие, и даже еще деньги останутся. Плюс у меня осталась еще непройденная глава книги. Вроде говорят, что там 8 глав, а то и 10 глав. Я так и не знаю. Проверим потом в будущем. Тут тоже много недополученного опыта, примерно тысяча-две опыта, что тоже хорошо. Можно будет потом получить. Это был безумный челлендж, никогда такого не делал, и не знаю, когда в следующий раз такое устрою. Посмотрим, если вообще будут к этому предпосылки. Никому не советую повторять, опасно для жизни. Завтра у нас будет обновление, завтра будет новый мир, новые квесты, новые герои. Посмотрим, станет ли игра легче, или что-нибудь поменяется в плане геймплея. Очень интересно посмотреть, что же придумать разработчики, чем они будут развлекать. Потому что та версия игры, в которую мы играем сейчас, по сути, это своеобразная бета-версия, которую разработчики успели сделать к релизу. Обновление 1.1 принесет нам уже как раз-таки ту версию игры, которую они видели в итоге. Вот такая вот дикая заруба у меня получилась. Все благодаря вам, все благодаря вашим советам и вашей помощи. Я это сделал, я апнул 40 ранг. Если у вас есть желание меня как-то поддержать материально и подбодрить, я оставлю ссылку на донат в комментариях. Можете перейти и закидывать любую сумму, я всему буду рад. Ну или оформить спонсорскую подписку, нажав на кнопку спонсировать прямо под видео. Обязательно напишите что-нибудь в комментариях, я все читаю, это очень интересно. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Террион, увидимся в мире ТЭВАТ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok